мы записываем кто у нас приезжает просим рассказать в первую очередь назвать кто ты звать величать рождение откуда как жил вера в бога и как вот познакомился с нами и как приехал и что ты получил в чем разочаровался что не понравилось нам это очень важно знать так хотел бы что тебя записали можно на все записывается выставляется в интернете не против нет нет давай громче таки я из я с урала из маленького города азбест такой под екатеринбургом ну то есть час езды ну уверовал я давно можно сказать но это вера была половинчатая я бы так сказал то есть она была ну изначально с детства я когда наблюдал природу поля начинал лес я чувствовал что что-то есть то есть какой-то мир за этим не может слова громче допустим иван васильевич дальше вам васильевич тогда-то родился ну голос повысить как говорил ты даже на полноты выше не стал говорить и что я не слышу тебя не интересует это метод не нравится значит я с урала приехал из города азбест и и уверовал я давно но эта вера была половинчатая такая то есть она была не по евангелию от философии скорее это такое философия от православия вот читал я например сергия булгакова павла флоренского немного владимира соловьева еще раньше вот и а потом значит проповедники ну такие лекторы знаменитые вот от них я получил какое-то представление о вере как бы у меня сложилось целостное представление о христианской вере о православии и я значит думал что я вот уверовал ну в общем то можно сказать так ну это была мертвая вера потому что она не зиждилась на слове божием на священном писании и вот значит и ну уверовал можно сказать мне было двадцать семь лет вот таким образом я уверовал и дальше когда мне было наверное вот 34 я услышал вас ваш видеоролик крещение когда истинное так назывался он и тут я увидел человека такого ну вас то серьезный такой активный предельно энергичный и меня это так так поразило и из такой убежденностью вы вы говорите убедительно при еще да вот так и я на меня это в общем покорила поразило и я начал обращаться вот к священникам там что вот я наверное не крещеный но меня там успокоили в общем как это часто бывает скажем так и потом ну вот я опять продолжал вот это вот ну то есть как это вниз вверх вниз вверх опять так ходил на исповедь опять причащался снова по циклу и потом я все-таки опять у меня душа она жаждала вот видимо чего-то такого истинного ну я имею ввиду подлинного христа настоящего не теоретического христианства и я вот уже обратился ну опять вашим роликом нашел их я вот о себе скажу еще что я ну меня назвать интеллигентом наверное нельзя хотя где-то может быть и и можно в какой-то степени то есть я со словом то мало взаимодействовал в основном я раз музыкант то меня как ну образное мышление такое больше работало ну так вот а потом я снова на вас вышел это уже было в 19 в 2019 году у меня уже было ну там 38 39 лет или в восемнадцатом несколько лет в девятнадцатом году и вот тут я уже на ваши материалы вышел стал читать вот некоторые тома начал уже в электронном виде новый завет в толкованиях феофилакта болгарскую и и с вашими комментариями и вот здесь у меня вот открылась открылся начал открываться постепенно Христос то есть как с ним я начал входить в какое-то вот общение и вот это время такое было вот благодатное как будто вот в это время началось мое перерождение и вот потом ну как то вот я постепенно зрел видимо у меня все медленно и я вот постепенно зрел наконец дозрел до того что что начал вот ну что вот решился приехать и вот наконец понял и обрел здесь здесь вот вообще не понял многие вещи сейчас мне трудно сформулировать сразу все их ну например то что что прежде всего здесь церковь ну церковь как община и церковь как сообщество верующих людей по евангелию описанию и церковь такая вот апостольская первоапостольское такое здесь есть потому что но сейчас не будем говорить может быть что что там в той церкви ну ну то есть московского патриархата в том смысле что ну мне об этом трудно говорить даже здесь какая-то так скажем на философском языке диалектическое тут противоречие приехал сюда все сказали ну вот да он сказал главное просто приехал с таким расположением все крещен был так нет я считаю что я не был крещен это было сейчас здесь здесь да это ваше имя такое и было андрей вот вы если бы где-то покрестился уехал у вас впечатление было другое чем ты остался а раз ты остался у нас без дела человек не будет я тебя гонял будь здоров как ну это правильно не обижаешься нисколько это наоборот мне стало только на пользу на огромную конечно видимо плоть сопротивлялась немного но это было конечно но духовно и и души для души так сказать для ее возрастания это было вот у нас как говорят без перекура утром как включаемся до обеда с обеда до вечера и тебе еще скажешь ты безоговорочно несешь там эти сваи балки там что можешь сам-то инициативу не покажешь и вот это тяжелая работа это все же как ты вынес это скажешь вот остался батра щит на них да нет такого не скажу нет такого не рабовладельщийский строй да нет наоборот это здесь я понял что ну как нужно вот в единстве тела и и души трудиться то только так наша работа то вам понятно что никакой корысти то не имеет нет не мы бесплатно делаем это все чтобы людям было хорошо которые с нами которые будут без нас жить на дальнем на второй мостике если ездили ты видел все сотворили какие вокруг чтобы не упали ограждение земли все сляпано сколько птиц арышковский пруд там опять работы море ну в общем вы в гусли вот вот той вот апостольской веры без всякого там наслоение как вот это бывает у интеллигентов там знаете вот например редкий завет его можно там отбросить новый завет это только благодать нету понимание целостности это писание а то что мы можем со своими словами к молитвам добавляем вас это не смущало нет нет наоборот вот это как раз на вопросы ну и ты думаешь приедешь домой что будешь свидетельствовать о христе об истинной православной вере иначе и невозможно потому что веровать можно только как в связи с благовестием в неразрывной связи вот так еще какие вопросы может ко мне есть сейчас я не даже не знаю я вот так и вносить долгого христу вы прямо как учитель получается учитель церкви я вот даже так скажу ну благодарю что вы приехали поработали тут надо посмотреть проследить за этим чтобы с собой дорогу там все дали не постные молосы и молока если надо на дорогу то вы можете купить вечером пойти тут кустином мед у вас тут кто 40 килограмм взял тоже у меня этого нет ни меда ни молока поэтому я за столом без меда без молока ну раз нету я не люблю на чужой счет а остальное у нас бесплатно спонсоры помогают муку дают растительное масло крупы горох разная лапши и вермишели ну все тогда спасибо все благодарю давай все